Можете сказать, что и что вообще? Я понимаю, вопрос так. Ну, глава, человек, который за Побейновой, но не от него это зависит, он вообще сделал. Человек, как говорится, провел две инвентаризации деревни. Сейчас две. Оценку полностью сделали. Так что, все документы, какие от них надо было, они отправили в Казани. Конечно, надо с одной стороны шевелить воли. Надо, надо шевелить, надо, знаете, просто делать все это. Вот я говорю, в прошлый раз мы приезжали, ну, вот кто-то там перечислил. Ну, для нас миллиард перечислили Танека. Ну, это что? И что же для нас миллиард? Конечно, в Чинах вообще миллиардами поручает. Там уже не знаю какие цифры. 20 миллиардов, меньше прибыли. Вот именно. Они что, не могут перечислить деньги? Ведь это все ихние. Вся грязь от них идет. Вся грязь от них идет. Все эти загазованность, все. Все же от них. Оборудования сколько, ничего же не делают. Абсолютно. Что-то сам Русыгин свою розовую попку увез в Казань. Не дароится. Чистый район живет. Каждый день на вертолете летают. Какие деньги тратят? Не свои ведь, а химкомбинатовские. И два сумолета делали. И два сумолета делали. И два сумолета делали. И два сумолета делали. Это, якобы, это, квартиры распределены. Дом сдан. Двояка дает ответ. Значит, смолета получила. Получается так, что люди уже вселились наши. А кто получил? Одни жетоны только получили и все. Вот такая вот. Давайте покажем, что все серьезно. Я говорю, может быть, показать еще раз, чтобы и глава увидела. Тем более на республику пойдет. Давайте покажем, что вы живете в противогазах. Ну, здесь иначе никак. Что все серьезно. Да, что невозможно здесь вообще. То есть надо как-то вот так. Они сейчас уже за светлые не стали выбрасывать выбросы делать. Они сейчас стали после девяти. В одиннадцать ночи здесь дышать нечем. Ну, давайте, сколько можете. Давайте, кто будет отдавать? Нам картинка нужна, что вы якобы отдышите. Пока он одевает. Вот я вам говорил в прошлый раз, что писал Путину. Ответ получил давно. Недавно я получил еще 8 ответ. Опять от Путина. Там написано. Я получил отмечен ответ. И получил вот недавний счет Путину. Равнить копии. Написано четко, ясно. Прописанные жители, постоянно живущие, получили квартиры в домах. Номер такие-то, квартиры такие-то. Дом заселен, написано. Понимаете, что это такое? То есть вот эти люди все заселены уже. Остальные 117-х, понимаете? Вне населенная в поле Алании. Вот я, вот она, вот она, вот стоят. Мы живем вне Алании. Вот мой дом, вот его дом. Мы в центре деревни. Вопрос, кстати, решение. Все. Там все равно лица не видно будет. Можете, они... Никто вас не узнает. Сейчас я микрофон. Мы пишем Путин. Путин, я же знаю, не ханывать. Мою шляпу. Мы пишем, что наша администрация дает ответ, что якобы... Дом, да? Квартиры распределены, до вас там и все. Анатолий Михайлович, скажите, пожалуйста, на данный момент, какая ситуация складывается? Что вам говорят руководству? Руководство занимается списками. Значит, я получил письмо от президента Путина о том, что наши, ему ответили, что дома жители, постоянно проживающие жители получили квартиру в домах номер таких-то, кроме одного, который потребовал компенсации. Про Василий разговор. А 117 собственников жилья, проживающих вне населенного пункта Алани. Вот они все стоят, они живут вне Алани. То есть как будто в садах, огородах. И там пошла списка. Создана комиссия, открыт в банке счет, будут перечисляться деньги. Вопрос в стадии решения. Все. Вот это, что мы знаем официально от ответа Путина. Местные власти ответили один раз в месяц, в июне месяце точно так же, и больше никаких ответов нет. Сколько бы ни ходили, ничего конкретно нам не говорят. Никто не знает. Сколько ходим, только обещают. Мы пользуемся слухами. Вот мне, например, сказали, мартыши сказали, что их в августе переселят после универсиады. Теперь они говорят, что их в сентябре переселят. А нам никто ничего не говорит. Вот, что могу ответить на этот вопрос. Ну вот по Вашему мнению, на ком остановилось все это? То есть кто ответственный за это? Ну, если официально у меня нет информации, неофициально могу сказать, если бы у Медшины были деньги, он бы нас завтра всех вычелил отсюда. Но ему денег никто не пересесляет. Вот последняя информация, Василий вам сказал, что 12 миллионов станок и переселил больше никто. Понимаете, что только 12, когда 300 раза всего вычелить. То есть Медшину никто не хочет помогать. Мы его не вменяем, а вот в общем руководство получает. Вы знаете, что химкомбинат, это главное руководство города. Если бы они пересеслили деньги, все остальные завтра бы побежали пересеслять тоже. А мэр города что, ничего не значит? Мэр города, у нас это, вы извините, Лариса, мэр города так, как он, свадебный генерал называет. Да, 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 он ничего не значит. Да, у многих у нас, сколько разговариваешь, у всех астмы, у всех аллергия, потому что действительно экология неотвратительная у нас. Вот смотрим, в деревне, и где-то в 11 часов приезжали с химкомбинатом, по-моему, мы так поняли, по имени. Да, да, и было написано. И вот там эта лаборатория стоит, не где-то, все знают прекрасно, газ у нас весь спускается вниз. Они стоят за какие-то даже километра два от нашей деревни и берут пробу в воздушную среду. Не знаю, где уж они берут воду, это мы тоже сомневаемся, что они даже вот в этом озере, потому что и там у нас отвратительная вода. Вот, никаких вот сдвигов, потому химкомбинат у нас такой огромный, ворочает миллиардами, да, и неужели они не могут перечислить деньги? Ведь они прекрасно знают, где эти у них отстойники, где это все у них, вот эта дрянька, это вот наши речки. А наши речки эти все, они же текут дальше в сайт. Зайти текутом, это же куком все, вот эта вся дрянь идет. И у них они не принимают никаких абсолютно мер. И вот эти вот воздушную среду анализы берут, да, они, потом же они это все фальсифицируют, да. Каждый день, вот я выписываю нефтехимик, в этот раз смотрела, да. Там, допустим, норма по этим 0,0 с чем-то. У них 0,01, допустим, у них 0,08. Ну, эти же все углеводороды, все вещества, они же накапливаются в организме. И отсюда у нас все болезни вот эти. Семьями вымирают. Действительно, и онкология, и астма вот у всех, да, бронхиальная. Это же все вот на, видите, желудочную, кишечную, правда. Все это вот щитовидные, щитовидные железа, действительно. Это все у нас вот от этого нашего химкомбината, от этого нашей экологии. И вот я вот просто вот хочу узнать, за что, вот за какие вот заслуги, даже вот тому же Пустыгину, да, у нас дают вот такие премии, такие экологии, что у нас действительно есть экология. Почему вот до каких пор будут обманывать людей? А возьмите выбросы вот эти у нас, да, ребятишки наши болеют. Это же вообще невозможно. Вот постоянно все прекрасно знают, что выбросы на Вахитову вот эти вот тоже пробы берут. Как будто бы все в норме, да ничего у нас не в норме. Здесь вот действительно вот синий туман. Невозможно вот ночью выйти, утром выйти, в субботу, в воскресенье. Это вообще невозможно здесь жить. Просто вот я говорю, до каких пор будет еще такое, и когда нас здесь переселят. Мы вот так хотим.